приветствую вас друзья меня зовут Денис Борисов вы находитесь на канале fit4life.ru и сейчас мы будем говорить о таком важнейшем упражнении для развития мышц спины как тяга штанги в наклоне вообще на спину существует огромное количество упражнений но на мой взгляд два самых главных упражнений это варианты тяг сверху таких как например подтягивания и варианты тяг снизу и самым главным таким упражнением модификация подобных тяг является тяга штанги наклоне это упражнение делает очень часто люди практически любой зал вы можете прийти если человек тренирует спину вы увидите что он делает подобные упражнения но очень редко это упражнение делают верно по ряду причин сейчас я попробую показать как бы основные ошибки показать как правильно нужно делать это упражнение чтобы сокращалось то что нужно прежде всего в любом упражнении на спину вы должны запомнить что спина должна быть прогнута то есть должен быть прогиб поясницы если мы круглим горбим спину то соответственно у нас не может полноценно сокращаться более того возникает вероятность ее травмировать поэтому наша поясница всегда должна быть прогнута спина должна быть прямая а дальше из этого исходят различные вытекающие то есть для того чтобы у нас поясница была в прогнутом состоянии очень важно чтобы вы чуть-чуть сгибали ваши колени то есть чтоб ноги у вас были не идеально прямой чуть-чуть согнутом положении потому что чуть согнутое положение в коленях позволяет вам оставить попу назад и соответственно нагнуться вперед при сохранении прогибов поясницы тот того самого прогиба который нам нужен смотрите если я выпрямлю ноги в коленях у меня спина будет круглиться поэтому я чуть-чуть ноги сгибаю в коленном суставе за счет этого я могу прогнуть поясницу и выполнять в общем-то основное движение следующий очень важный момент касается непосредственно наклона вперед вообще чем больше у вас наклон вперед чем больше ваше тело чем ближе она горизонтальной линии тем больше нагрузка ложится в теории на вашу спину в теории на практике обычно так не получается потому что чем больше человек наклоняется вперед тем больше у него нарушается техника соответственно нагрузка начинает уходить во второстепенные мышечные группы такие например как бицепс кроме того человека часто начинает круглиться спина ну понятно потому что мы занимаемся в зале уже как правило взрослыми людьми у нас уже нету такой гибкости как в детстве соответственно если человек на слишком сильно наклоняется вперед у него нарушается прогиб позвоночники а значит нарушается сокращение мышц спины По моим наблюдениям, это упражнение достаточно эффективно и в тех ситуациях, когда наклон не горизонтальный, а есть где-то, знаете, градусов 30. То есть, когда есть не полный наклон, а чуть-чуть от горизонтали. В принципе, я видел, даже люди делали вообще наклон 45 градусов, работали с очень тяжелыми весами, и все равно у них правильно сокращалась спина. За счет того, что они сохраняли необходимый прогиб, во-первых, а во-вторых, они умели правильно чувствовать траекторию движения. Что я имею в виду? Очень часто люди тянут штангу не вдоль своих ног, а ближе к грудным мышцам. Это неправильно. Не то, что часто, вообще каждый второй это делает. То есть, взяли штангу и тянут где-то вот сюда. Так упражнение превращается в упражнение для развития ваших дельт, а не мышц спины. А дельты существенно слабее мышц спины. Соответственно, тело пытается как-то решить эту задачу подключением второстепенных мышечных групп в работу. В общем, у вас работает все подряд, кроме мышц спины. Чтобы этого не происходило, вы лучше не наклоняйтесь очень глубоко вперед, но заботитесь о том, чтобы вы штангу тянули как можно ближе к тазу, вдоль ног. Вот вы опустили, вот вы ее тянете. Зачем это делается? Когда вы тянете штангу вдоль своих ног, соответственно, у вас локти идут назад. Соответственно, у вас сокращается спина. А если вы тянете штангу ближе к груди, то у вас локти идут вперед. Соответственно, у вас включается в работу дельты. Остальные правила базовые такие же, как в остальных тягах. То есть выдох у нас на усилии. Грудную клетку наполнили воздухом. Попу отставили назад. В верхней точке можно делать микропаузу для лучшего сокращения грудных мышц. В нижней точке задерживаем штангу на секунду-две, для того, чтобы очень хорошо растянуть наши мышцы спины. В нижней точке я до конца руки не распрямляю в локтях. Потому что, когда я это делаю, штанга висит как бы на костях. Нагрузка из мышц уходит. Смотрите, как это выглядит на практике. То есть вот я держу штангу. Вот нижняя точка. Чуть-чуть руки согнуты в локтях. Я их не пускаю вниз. Я сохраняю нагрузку в мышцах. Сократил. Сократил. Выдохнул. Есть различные варианты по поводу хвата. Есть варианты выполнять упражнения обратным хватом. Есть варианты выполнять прямым хватом. Кроме того, ширина хвата тоже может меняться. Можно брать уже, можно брать шире во время тяги штанги в наклоне. Что будет меняться? Будет меняться размер амплитуды движения и размер вовлечения в работу второстепенных мышечных групп. То есть чем уже хват мы используем, тем больше амплитуда с одной стороны. А с другой стороны, тем больше начинает в работу включаться бицепс. То есть это вроде бы как неприятно. С другой стороны, казалось бы, нужно взять хват как можно шире. Но чем шире хват мы берем, тем короче у нас амплитуда движения штанги. Соответственно, короче амплитуда сокращения наших мышц спины. Поэтому чаще всего нужно выбрать некий промежуточный хват, при котором и овцы целые, и волки сыты. То есть чтобы у вас амплитуда движения была достаточно большой с одной стороны. А с другой стороны, чтобы бицепс подрабатывал как можно меньше в этом упражнении. Чаще всего это амплитуда где-то на ширине плеч. А я обычно рекомендую людям начинать изучать упражнения с более широкой, с более широкого хвата, а потом просто пробовать. Первый подход сделал более широким хватом, второй поуже, потом еще поуже. В конце можно вообще очень узкий попробовать хват. И тем самым человек учится чувствовать, учится сокращать нужные мышечные группы. В конце концов он поймает такую ширину хвата, при которой у него максимально работают мышцы спины. Соответственно, он сможет максимально их включать в работу. Это тяга штанги в наклоне, детка! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok